Приветствую вас. Ну, во-первых, я бы сказал, что по вашему обещанию, вот, у вас может быть такое вот депрессивное состояние, да? Я бы сказал, что может быть даже депрессия у вас есть, вот. Мне кажется, она у вас, конечно, психогенная в плане того, что происходит из-за того, по поводу чего вы загоняетесь, вот, по поводу того она у вас происходит, что вы, ну, по поводу чего вы беспокоитесь, да, по поводу того, что вас волнует и тревожит. И я думаю, что первонаперво вам надо бы продиагностироваться и исключить депрессию. Вот, как бы, потому что то, что вы описываете, достаточно похоже на нее. Вот, ваше состояние, которое вы описываете, довольно похоже на нее. Вот, я бы еще, ну, как бы, задавайте себе вопрос, мысли о самоубийстве были, как у вас со сном, да, то есть, как вот, спить плохо или нормально, что-то с аппетитом, да, как бы, вот. Вот, что в интимной сфере, то есть, есть, как бы, потребность в интимных контактах, в интимной близости, вот, тоже этот момент, то есть, при отрицательном ответе на эти вопросы, да, то есть, если вы плохой, аппетит нет, значит, соответственно, настроение у вас понижено, я так понимаю, на постоянной основе, но когда оно больше понижено, утром или вечером, вот. А это все может свидетельствовать, конечно, о, как я и сказал, депрессии. И если у вас депрессия, она, допустим, психогенная, то вам, ну, наверное, все равно следует, так или иначе, какое-то курс лечения пройти, чтобы немножечко восстановить баланс, да, уже и терапия будет, будет эффективнее. Если депрессия эндогенная, то есть, из-за нарушения биохимии мозга, то в таком случае вам совершенно определенно нужно брать лечение, психотерапия вам не поможет, это вообще движение немножко не в ту сторону. То есть, в таком случае у вас нет вообще, ну, как бы, оснований думать, что психологические проблемы за этим стоят. Вот. Это первое. Второе. Собственно, ну, я буду исходить из того, что ваша депрессия, она все-таки больше психогенная, и за ней стоят психологические проблемы. Ну, или не депрессия, а депрессивное состояние. Вот поскольку я не врач, да, я диагнозов не ставлю, то, что я говорю, это исключительно только мое предположение, и, как бы, вот, рекомендация проверится. Значит, первое, что я почувствовал, да, это некую злость. Злость может быть подавленной агрессией и обидой. Разочарование. Мне кажется, что эти чувства, они вас достаточно сильно бурлят и отправляют вам жизнь. Вы с ними боретесь и, соответственно, на борьбу с ними возможно уходит очень много сил. Может быть, это не только злость, не только обида, агрессия и негатив. Может быть, это еще и некоторые желания, некоторые жертвы, скажем так, которые вы приносили для того, чтобы там, условно говоря, чего-то добиться, чего-то достичь, что-то сделать и так далее. Тут, может быть, тоже такой вариант. Вот. Значит, конечно, вот эти чувства, которые я назвал, если они есть, нужно их выразить, нужно их выплеснуть, агрессию, обиду, злость. Нужно так или иначе выплеснуть, чтобы вам это мешает. Вот. И выговаривать. Выговаривать. То есть, эта техника называется катарсис, техника катарсиса. Вот. А, ну, как бы, в принципе, можно проводить это самостоятельно, да. То есть, вы можете это делать самостоятельно, но лучше, конечно, это делать с психологом, потому что на психолога так или иначе возникает перенос, да. То есть, как бы, вы, ну, делаете перенос какой-то на психолога, и вам легче выражать вот эти чувства, которые вас подавлены. Вот. Это такой момент. Следующий момент. Вот там, где вы, ну, это, как бы, следующий момент, на котором базируется, как мне кажется, ваше усталость, о котором вы говорите. Следующий момент касается, по-моему, у меня возникло ощущение, да, что вы, вот, себя когда-то взяли, условно, за шкирку, за загривок, и, вот, тащите себя по жизни, сами себя тащите за загривок. Вот такое у меня чувство возникает, возникает. Ну, ощущение, что вы себя заставляете постоянно, ощущение, что вы такой достаточно жесткий по отношению к себе, нахер, наверное, по отношению к другим человекам, я не знаю. Вот, ну, я вот, ммм, ммм, почувствовал какую-то такую, знаете, отстранённость, такую какую-то эмоциональную холодность, да, тут неэпотичность, я почувствовал вашего текста, текста. Вот, хотя здесь я безусловно могу ошибаться, просто нужно общаться с человеком, чтобы такие выводы делать. Текст, конечно, он может искажать образ человека, вот, но, опять же, нет ничего страшного, если я ошибаюсь, то важнее, чтобы вы сами постарались, вот, ну, описать какого-нибудь человека, да, охарактеризовать себя. Это было бы здорово, если бы вы, ну, как бы, в ответ, вот, на моё предположение, что вы такой вот отстранённый, эмоционально холодный, я бы сказал, даже, наверное, немного колючий человек, если бы вы дали свою обратную связь, как-то, допустим, опровергнув то, что я сказал, это было бы неплохо, вот. Ну, а опровергая, помните о принципе реальности, пожалуйста, что вы можете опровергать, опровергать сколько угодно, если есть в глубине души вы знаете, что это нереально, что это неправда, то вы себе таким образом не помогаете, вот. И мне кажется, что если допустить, что я прав, то это именно вот из-за того, что вы себя постоянно заставляете, из-за того, что вы постоянно себя заставляете, из-за того, что вы по жизни ставите себя, себя за шкирку, за шкирку. Вот. Потому что, ну, карьера, да, карьера, если вы считаете, что карьера важна, то на здоровье, но почему, почему карьера и отношения, условно говоря, друг друга взаимы включают, да? То есть, мне кажется, больше, больше про то, что вы можете бояться близости, мне кажется, про то, что вы можете опасаться ее, серьезно. Вот. И вы говорите, что не знаете, где знакомиться. Ну, а как вы знаете, если, как я понял, в основное время вы занимаетесь работой и, ну, условно говоря, в большей части своей жизни вы работали, а на хобби у вас, я так понял, особо, ну, на хобби у вас, я так понял, особо времени нет. Вот. Вот. То есть, ну, как бы, конечно, конечно, это, ну, откуда взяться, ну, знанию, где знакомиться. Вот. Поэтому, поэтому, это нормально. То, что вы не знаете, где знакомиться, связано с тем, что вы, как бы, относитесь к хобби. То есть, если бы, если бы вы, условно говоря, позволяли бы себе больше, больше развлечений, да, больше бы, проявляли бы свои интересы, более разносторонним, условно говоря, человеком были, то, вероятно, и мест для знакомых было бы больше, а не только тиндер, где вы правы выбирать людей, людей, как товар. Здесь с вами я полностью согласен. Вот. Давайте посмотрим еще, значит, так. Вы пишете, так, про рынок труда, это, значит, я вам скажу еще позже, вот. На хобби у меня иногда есть время, но, к правилам, нет силы, хочется ничего не делать. Нет, связано с осталостью по жизни, а, как бы, хобби, ну, опять же, да, хобби это, и, вот, мне кажется, что вы себя, ну, заставляете, грубо говоря, опять же, хобби занимать. Нет, 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 ощущение, да, что, вот, ну, что это бы вам нравиться, потому что снайпер не тратит силы. А, тонкость вся в том, что если что-то интересное, то силы не тратятся. То есть это происходит, потому что вам этого хочется, а то, что хочется, силей не требует субъективных. Вот. Понимаете, какая, понимаете, какая штука. Вот, из чего я делаю вывод, что вы себя, вероятно, заставляете, вот, заставляете себя, там, ну, соответственно, как бы заниматься хобби, ну, потому что, ну, потому что, может быть, там, считаете, что, то, что должны обязаны это делать, вот. Если вы этого не делаете, то, соответственно, соответственно, вы, там, ну, заставляете, вот, что-то, 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 упускаете, например, ну, к примеру, к примеру, к примеру, к примеру я это говорю. Вот. Не обязательно, что это прямо так, ну, вот. Как бы. Такой момент. Такой момент. И-и-и. Дальше. Значит, нужно понять, правда это или нет. Дальше. Значит, так. Вы пишите, я холостая, однако все время работал, в основном те, кто мне встречался, кажется, более-менее с Натальшка партнера, это а-ля на Безрыбье. Мне кажется, что в какой-то степени, в какой-то степени здесь у вас есть какое-то обесценивание человека, вообще, ну вообще вот людей и может быть мужчин общаться. То есть я, конечно, в этом не уверен, да, но вот видится мне это таким образом, видится мне это так, вот. Я хотел бы, конечно, понять, с чем это связано, если это правда, вот, я хотел бы это понять, хотел бы это вот как-то, ну, поисследовать, да, вот, потому что то, как вы отзываетесь о мужчинах, да, что он на Безрыбье и так далее. Ну, это все-таки посчитит, наверное, вот, то самое, то самое товарное восприятие человека, да, которое происходит в тиндере. Вот. И вроде бы вы, ну, вроде бы вы против этого, вроде бы как вы против этого, вроде бы как вы говорите, что вам это претит. Но, в то же, в то же время, в то же время, вы как будто бы сами же такую, такую форму взаимоотношений, например, с мужчинами, да, вы как будто бы транслируете. Вот. Это, мне кажется, тоже может быть такой, ну, проблемой для вас, для, например. Вот. Дальше. Значит, вообще не знаю, где люди знакомятся. Ну, люди знакомятся в МСХ, где они реализовывают свои интересы. Дальше. Детей у меня нет, я говорю, по программе ЭКО, если перенисленные операции. Вы это воспринимаете нормально или как-то негативно? Так. Я очень устал. От чего? Мне хочется найти партнера в жизни или реализоваться в карьере. Почему здесь стоит или? Для чего вам хочется найти партнера? То есть, я не говорю, что вы не должны его находить. Я не хочу сказать, что вы не должны его находить. Но, меня интересует, вот, потребность партнера вашего, да, это потребность в чем? Вот, что я хотел бы понять. И не связана ли потребность в партнере, например, с, ну, допустим, с той же реализацией, например, о которой вы говорите? Потому что, если вы воспринимаете партнера как реализацию или, как, ну, как способ реализации для себя, то я бы сказал, что это может быть, эм, сложности. Потому что, э, человека в таком случае вы воспринимаете как средство. Вот. А это, ну, как, в какой-то степени, э, обесценивано. Опять же, повторюсь, да? Вот. Вы, э, вы извините, может быть, что я так вот, эм, много об этом говорю, но это, правда, важный, важный момент. Достаточно. Достаточно. Дальше. Ага. Значит, так. Эм, так. Эм, я постоянно плыву против течения. Ну, чтобы это вкладывать, я абсолютно кончил, в итоге нет личной жизни, работа, нет надежды, постоянно усталость. Так, ну, здесь вы говорите про, э, свое депрессивное состояние. Вот. Эм, меня раздражают люди, особенно насторичные девушки, которые рассказывают про него лично легко вんです, которые вы чувствовали себя как русство. Ну, а, я бы сказал, что, эм, вы сказали, что его, песня, все равно сравнивать о себе аниме. Эм, вот. Ээ, и, мне интересно, э.., с чем это связано. что вы сравниваете себя с ними, то есть почему вы сравниваете себя с ними, как вы приходите к этой идее, что нужно сравнивать себя с ними, ну, говорят они, у каждого, в принципе, у человека своё восприятие жизни и бытия кому-то легче, кому-то проще, кому-то сложнее, то есть вас это задевает, то, что кому-то легко, и я бы хотел понять, чем вот раздражение, которое вы испытываете, да, чем оно, это раздражение, условно говоря, связано, да, да, вот, потому что то, что раздражение есть, вы говорите, то есть то, что, ну, то, что вас раздражает, вы говорите, а вот чем раздражает, не говорите. Я не претендую на их место, мне тоже хочется как-то нормально, нормально. Вот как-то нормально, это мне кажется больше про то, как у других. То есть мне хочется как-то нормально, как у других, что говорит о том, что вы, вероятно, сравниваете себя с другими людьми. Вот. И это проблема, наверное, по которой вы не можете жить своей жизнью. Вот. Вероятно, вы разочарованы тем, что вот старались, условно говоря, сделать всё правильно, да, ничего не получилось. То есть вы обижены на жизнь, на людей и так далее. Вот. Ну, возможно, вам болезненно признавать, что как правильно, там, для других, да, не значит, что правильно для вас, а по-другому вы не умеете. А сил уже нет, настроения нет, денег нет, желания ничего делать, нет, очень устало. Ну, это про депрессивное состояние, тут я как-то сказал. Как мне видите из состояния усталости или как следствие лени? Ну, чтобы видеть из состояния усталости, нужно понять, от чего вы устаете, в большом счёт. Человек, как правило, устает от борьбы, от внутренней борьбы с собой, как правило. Как правило, от этого человек устает сильнее всего. Соответственно, идея здесь заключается в том, чтобы понять вам, на что большей частью расходуются ваши силы, ваша энергия. Куда уходит ваша энергия? Вот это то, на что вам нужно обратить своё внимание. То, на что вам нужно обратить своё внимание. Тогда, соответственно, вы сможете, ну, несколько снизить свою усталость. Это не будет чем-то таким, вот, на постоянной основе, да, не будет чем-то таким, на постоянной основе. Вот, но будет тем, что, в принципе, вам будет, ну, более-менее легче быть. Другой вопрос, другой вопрос в том, захочется ли вам признать то, что именно это, именно это, а не что-то другое, отнимает ваши силы. Как вы понимаете? Потому что есть риск, что вы просто уйдёте в защиту. Вот. Ну, просто вот уйдёте в психологическую защиту и всё. Вот. Поэтому тут вот очень такой вот важный есть момент. Дальше. Лень. Лень – это заполненность психики, условно говоря, заполненность психики, мотивации. Причём, мотивацией, ну, такой, вы знаете, не родной, что называется, не своей, что называется, мотивацией. И, соответственно, очень важно понимать, что если, грубо говоря, если я ленюсь, ну, условно, если я ленюсь, вот, то это означает только одно, что я чего-то не хочу. Ну, но при том условии, что я чего-то не хочу, я продолжаю себя заставлять это делать. Вот. От этого мне тяжело. От этого мне сложно. От этого мне ужасно. От этого мне больно. Вот. Это меня напрягает. Там, ну, условно говоря, на постоянной основе, да, меня это напрягает, меня это истощает. Вот. Поэтому, момент здесь в том, чтобы, как мне кажется, вот, в эту лень пойти и посмотреть. Вот. Так, а всё-таки, вот, что же, ну, что же всё-таки мне хочется, да, или почему мне не хочется делать от того, что я делаю, например. Ну, например, например, да, например, как бы. Вот. Это очень важно для вас. Это очень важно. Очень важно, чтобы вы постарались в эту лень уходить. Не боролись, как бы, не боролись бы с ней, а именно постарались бы для себя её как-то вот определить, выделить, дифференцировать. Вот. Чтобы не было, да, там, такого, что я ленюсь, мне нужно обязательно себя подавить и так далее. Чтобы я не ленилась. Где брать энергию на жизнь? Как предстать мысли деструктивно? Я думаю, это в образце индивидуальной работы никак. Не такого ответа общего, потому что универсального ответа нет. Просьба не советовать психологов обращалась к пяти, все работают по книжке. Ну, смотрите. Я понимаю, безусловно, что вы имеете ввиду, говоря, что все работают по книжке. Но давайте подумаем вот о чём. Так ли плохо, что психолог работает по книжке? И условно говоря, что для вас означает то, что психолог работает по книжке? Что для вас это значит? Вас это как-то обесценивает, например, что психолог работает по книжке? Или что? Вот это то, на что нужно вам с одной стороны обратить своё внимание. С другой стороны, с другой стороны, тот факт, что вы обращались к пяти психологам, говорит о том, что скорее всего у вас идёт сопротивление. И сопротивление это связано с тем, что вы боитесь что-то в своей жизни менять. Интеллектом вы понимаете, что не удовлетворены, что вам сложно, что вам тяжело, что вы устали. Интеллектом вы это понимаете. Но по факту, боитесь что-то менять. Потому что, судя по тому, что вы описываете, вы довольно болезненно воспринимаете неудачи. Вы довольно болезненно воспринимаете какие-то падения, поражения и прочее. Потому что, вероятно, вами, ну, управляют в какой-то степени успехом. То есть, я должна быть успешной, да, и тогда всё будет, ну, хорошо. Если я неуспешна, то, ну, всё как бы плохо. Получая, ну, так я думаю, опять же. Это моя гипотеза. Вот. И здесь, как вы понимаете, мы с вами сейчас плавно-плавно-плавно переходим к теме вашей работы, о которой я обещал сказать раньше. Ну, то есть, о которой я обещал поговорить немножко раньше. Итак. Казань работа. Значит, эм. Вы пишите. Значит, я не чувствую себя реализованной от слова совсем. Я работаю с восемнадцатого взлётного падения. Падение затянулось. Теперь я работаю с маленькой зарплатой. Весна по средствам организации. Падение может затянуться по нескольким причинам. Единой причины нет. Именно единой какой-то причины нет. По нескольким причинам может затянуться падение. И одна из основных причин – это то, что вы просто устали. Вот. Просто устали. То есть, вы что-то делали, 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 делали – ты устал. И когда вы устали, вы начали скатываться назад. Вообще, это более чем нормальная реакция, если вы всю свою жизнь действовали, грубо говоря, через силу. Вот. Это нормально. И, как бы, тот успех, который у вас был, например, он, этот успех, вероятно, был не совсем ваш. Этот успех. Этот успех был, вероятно, достигнут на пике, на пределах, на пределах ваших возможностей. Но он не был настоящим. Потому что за это вам требовались какие-то вообще нереальные усилия, нереальные жертвы. И долго в таком состоянии находиться вы, естественно, не могли. Это, ну, нормально. Да, нормально, что человек не может долго находиться в, там, ну, условно, в пиковом каком-то напряжении. Вот. А вы, как мне кажется, как раз таки требуете от себя, от себя именно вот такого пикового напряжения на постоянной основе. Вот. То есть это, ну, в какой-то степени это вот про то, о чём я говорил, что вы себя, что вы себя заставляете, что вы себя заставляете. Дальше. Это обесценивание в следующий момент. Спосредственная организация маленькой заработки. Это обесценивание. То есть выставление себе определенных требований. Наличие определенных требований совершенно не означает того факта, что вы не должны пытаться достичь большего. Но это всё-таки какое-то принятие того места, в котором вы находитесь сейчас. А вы отрицаете это место. Отрицаете своё настоящее. И вместо этого вы живёте либо в будущем, либо в прошлом. В прошлом, когда в себе лучше. И в будущем, где всё должно быть по-другому, не так, как сейчас. В связи с этим вы настоящему не живёте, и себя настоящую вы не чувствуете. Невормы, но не чувствовали никогда. Дальше. Значит, на рынке труда всё очень проблематично, выбирать не приходится. И вы эту реальность не принимаете. Те проекты, в которых я ранее была задействованы уже неактуальны в связи с ситуацией на рынке. И вы эту ситуацию не принимаете. А вы её отрицаете просто. Дальше. Ещё один момент, на котором я хочу заострить ваше внимание. Вы говорите, мне 31 год. Значит ли этот возраст что-то для вас? У меня вроде бы всё хорошо. Всё есть. Вот именно что вроде бы. Есть родители, внешность, ум, опыт, работа. Да. Только всё это вам не принадлежит. Вы, Варвара, кажется и себе сам не принадлежите. Я понимаю, я понимаю, как сложно может быть, бывает, обращаться к специалистам снова и снова, рассказывая им историю одну и ту же своей жизни. Да. Я понимаю, это сложно. И со временем эта история, она уже, наверное, обесценивается вами. И уже с трудом верится в такую историю. Я могу вас понять, Варвара. Но тем не менее стоит признать, что если у вас нет депрессии, то вам нужна психотерапия. И психотерапия не особо важно психолог по книжке работать, не по книжке. Главное, чтобы вы хотели что-то менять. Главное сейчас определить, что стоит на пути к этим изменениям. Условно говоря, вот если у вас появится энергия, прямо сейчас появится энергия, появятся силы, появятся возможности. Что вы будете делать тогда? Вот конкретно. Что вы будете делать? Я хотел бы этот момент условно зафиксировать. Потому что это важно. Отдаете ли вы себе отчет в том, что я буду делать, если у меня будет все то, если я хочу? Быть может, это все до сих пор в какой-то степени остается чем-то недостижимым, о чем лучше мечтать, но к чему лучше не прикасаться, с чем страшно соприкасаться. Если это так, то я думаю, вам, как минимум, есть над чем подумать и как минимум, может быть, как минимум, может быть, переформулировать вопрос. Или, может быть, лучше сказать, запрос к психологу. Понимаете? Какая штука. Какая штука. Вот это то, на что мне хотелось обратить ваше внимание. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что та обратная связь, которая сформируется у вас в результате моего комментариев, в результате комментариев моих коллег, сформирует у вас обратную связь. Такую обратную связь, которая послужит хорошим началом для психотерапии с тем психологом, которого вы выберете. Удачи вам! Всего самого доброго! П 먹는 кампинг 4D, это, у меня лучше colleague, чем interested, чем уác 조금 о madre в винае в сфере в дошем щелчером объемного парianа относится в воздухе человека. В. Уклака работаawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawa fibreго... Продолжение следует...